Виталий Дикий, украинский журналист — Отпустите, пожалуйста, майора, пускай побегает вокруг где-то, вот, а мы, в общем-то, перейдем к нашим темам. Ребята, кто присоединяется, пожалуйста, поставьте большой-большой лайк за то, что мы такие молодцы, работаем в прямом эфире. Напишите какой-нибудь приветственный комментарий и не забывайте подписываться на канал, потому что это даст вам возможность не пропускать эфиры. Сегодня темы, ну, темы можно, конечно, проанонсировать, но я думаю, что и все прекрасно знают, наверное, тему, с которой мы начнем. Это будет история с украинскими консульствами, с дипломатическими ведомствами нашими, которые прекратили со вчерашнего дня, значит, консульские услуги мужчинам от 18 до 60. Также поговорим о том, как здорово США сейчас наехала на Китай в лице Блинкина. Есть ряд очень серьезных заявлений, к чему это все приведет и почему вдруг так внезапно, и внезапно ли будем разбираться вместе с Виталием. Ну и также поговорим про помощь, помощь Соединенных Штатов Америки, которая поступит в Украину, и то, что она спровоцировала, а именно, следующая помощь от Британии. Есть другие, значит, сведения о том, появится ли, либо не появится ПВО в Украине. В общем, об этом всем давайте по порядку, усаживайтесь поудобнее, но начинаем мы с консульства. Вчера, как снег на голову, особенно гражданам, которые проживают за рубежом Украины, свалилось письмо. Подписанное оно было заместителем министра иностранных дел Украины, господином Сибигой, который был не так давно назначен на эту должность. Если очень коротко, в этом письме было изложено, что гражданам Украины мужского пола от 18 до 60 лет приостанавливается временно осуществление консульских услуг. А консульские услуги – это очень широкий перечень на самом деле документов, это не только паспорта, про которых все так говорят, это и доверенности, и дарственные, и хранение каких-то бумаг, вещей, и заверения, печатями. Ну, там просто, ребят, посмотрите, что такое консульские услуги, какими функциями наделены консульство и посольство, там очень большой перечень. Значит, эти все услуги теперь недоступны, как пишут временно. Мы все ожидали, что это будет по закону, который недавно приняли, то есть там закон должен был где-то там в середине июня уже заработать, должна была, наверное, какая-то инфраструктура, процедура к этому всему быть уже подвязана. Но случилось это все намного раньше. Вот давайте первый вопрос, это ваши впечатления, когда вы прочитали, Виталий, это письмо. Первые мысли. Я думаю, что это еще один шаг, который настраивает украинцев против власти. Ну, будем объективными. Но представляете, как это происходит достаточно спонтанно? Конечно, для власти это целенаправленно, но люди к этому были не готовы. Тем более, это нарушает в том числе законодательство Украины. Я думаю, что будут судебные иски, будут разбирательства. Хотя, честно говоря, мы понимаем, что сейчас власть контролирует практически все и вся. И, соответственно, это не будет иметь никакой перспективы. Но все же осадок очень сильно остается. Во-первых, закон не вступил в силу. Но решение уже принято. На каком основании? Почему? Это политическая воля. Но она должна как-то законодательно быть оформлена. Более того, если это личная инициатива представителей власти, которая подал, будем говорить, в том числе как свою личную позицию Кулеба, то в любом случае здесь нужно понимать, кто за что будет нести какую ответственность. Дело в том, что вы же понимаете, кроме тех, кто пребывает за границей, по необходимости, я имею в виду тех, кто удрал с Украины, по определению. Кстати, в очень интересном контексте улетит вопрос, а как же дети чиновников? Как же дети тех политиков, которые у нас принимают решения, которые давно уже свалили с Украины, они что, будут через черный ход в консульских установках, ну, в смысле, в консульствах других стран решать свои вопросы? Или они равнее, чем все другие? Вот этот вопрос меня тоже очень интересует. Но я хочу сказать вот о чем. Кроме тех людей, которые уже находились за границей, ну, я считаю, с 2022 года, это на них направлено, но были же люди, которые давным-давно уехали, но не получили государство, которые приходили автоматически, когда в этом была необходимость, продлевали свои документы. Ну, обычная, рутинная история. И тут такой удар по печени. Представляете, как это будет выглядеть? Во-первых, эти люди уже давно пытаются ассимилироваться в общество. Они уже там на грани получения, так понимаю, гражданства, но осталось немного. И тут вот такая проблематика. Тем более, если нет украинских документов, то, в общем-то, страны, в которых они находятся, очень негативно относятся к тем людям, которые находятся на их территории с неоформленными документами о приводе. То есть это уже проблема с правоохранительной системой, с административной системой тех стран, где они пребывают. В общем, короче, я думаю, что такой подарок, он очень негативно воспринят именно той категории людей, которых я говорил. Это те, которые уже давно за границей, еще до войны уехали, имеют перспективу. Ну, а теперь, ну, я не понимаю, ну, разве не легко предугадать действия большинства людей, я говорю о мужчинах призывного возраста, которые будут теперь вообще отдаляться от Украины и пытаться любым способом как-то себя проявить в плане получения вида на гражданство, то есть откажутся от Украины. То есть мне даже иногда кажется, что власть действует, принимает какие-то импульсивные решения, а выглядит это так, как будто бы власть отказывается от своих же сограждан. Это та же самая история, глупейшая, которая выглядит сейчас очень удивительно, и сейчас у всех на слуху. Ну, знаете, в приграничных регионах сейчас те люди, там же же вели правила, нельзя приближаться к границам, людям, которые не живут в этих регионах, соответственно, взяли за жабры даже тех, кто там проживал сто лет и проживает, и будет проживать. Они, оказывается, должны теперь ходить по кабинетам каким-то мудилам, брать разрешение на проживание. То есть вы живете там 50 лет в каком-то городе, в каком-то поселке, теперь вы должны идти к какому-то представителю власти, к какому-то начальнику департамента какой-то юридической службы администрации, или, я не знаю, в администрацию обращаться. Дайте мне, пожалуйста, разрешение на проживание в собственном доме. Чем это пахнет, мы все прекрасно понимаем. Я не понимаю только одного, но насколько сложно здесь продумать, организовать этот вопрос. Смотрите, какая интересная тоже ситуация в этом контексте. Ведь так совпало, что есть в государственном предприятии документ, который выпускает эти все бланки, все, что необходимо, там, паспорта, документы. Оно тоже выпало в осадок. Правда, за месяц до этого. Я думаю, что это сговор, абсолютный сговор. И так говорили, что в Украине даже паспорт не возможно получить, страшные очереди. Рассказывают о том, что якобы там этот документ не может что-то там решить вопрос с какими-то биоданными людей, а могут выдавать паспорта только детям после 12 лет. Я не знаю, ничего не владею этой темой под 12 лет. Я знаю, что ребенок получает 14 лет в Украине паспорт. Почему о 12-летних? Может быть, какие-то другие документы, не паспорта имеют в виду. Но я думаю, что это сговор, это все звенья одной цепи. Я думаю, что украинцы это оценят. Вот как оценили это украинцы? Собственно, мы видели это в социальных сетях вчера. Ну, то есть, эта волна началась. Вот мы сейчас видим как раз, насколько я понимаю, ДП-документ, который находится, наверное, где-то в Польше, в Варшаве. То есть, очередь этого. Это была очередь выдачи, это вот возле сервисного центра. Скорее всего, это Польша, насколько я понимаю, Польша. Да. Да, это кадры из Варшавы. Я видел. Кадры из Варшавы. Непонимание, очереди, конфликты. Если верить по тем видео, которые публикуют в социальных сетях, это выглядит так. Смотрите, какая интересная ситуация. Если вчера все грешили на заместителя министра, ну, то есть, не думали о том, что это его инициатива, но думали о том, что инициатива такая не сильно популярная, поэтому дали подписать замминистру, то сегодня со своим словом, собственно, и комментарием выступил сам министр иностранных дел, господин Кулеба. Он в своих социальных сетях, если очень коротко это все объяснить, что он, значит, написал, он сказал, что граждане показали свое безразличие к вопросу выживания государства. Вот государство, собственно, им за это и платит. И тут, знаете, возникает вопрос. Давайте еще, кстати, покажем реакцию. Есть и других парламентариев. Вот у нас Батьковщина, она находится в оппозиции. И вот Сергей Власенко написал, что теперь у нас, говорит, что письмами ограничиваются конституционные права граждан. Говорит, не конституция, говорит, не законами, а письмами, даже, говорит, не от министров. Простите, что перебиваю. Насколько я знаю, юристы говорят, 25-я статья Конституции нарушается по полной мере, и это может иметь серьезные юридические последствия. Хотя я понимаю, что это власть абсолютно безразлична. Это уже давно стало традицией. Выдирать ноги о Конституцию. Извините за то, что перебил вас. Да, без проблем. Просто тут как бы у юристов есть свое видение, они более досконально разбираются в этом моменте. Мы сейчас говорим больше про социальный какой-то аспект. Вот знаете, что меня заинтересовало? Вы правильно сказали, что граждане, которые у нас находятся за границей с паспортами Украины, они разные. Вот они разные. Разные как? Я их условно делю на три категории. Это те, кто уехал до войны, 5, 10, 15, 20, год назад, за год до войны. Те, кто уехал на законных основаниях во время войны. Ну, то есть они имели законные основания для этого. И те, кто там, условно назовем их, переплыл Тису. Но это ограничение, оно же касается всех абсолютно. Вот абсолютно всех. Ну, вы же понимаете, кто об этом не думает. Это никого вообще не касается и не волнует. Это, понимаете, плевок в глаза. На самом деле, почему глаза? В лицо. Притом, посмотрите, как ведет себя Кулеба. Я понимаю, что ему осталось там совсем немного на этой должности. Сибига дышит в затылок, но это же очевидно. Как там появился непонятный этот человек и каким образом он имеет свои перспективы на эту должность. Но это отдельная тема, потому что сейчас многих будут менять. Поэтому у Кулебы сейчас один вопрос. «Свалить послом в какую-то европейскую страну». Он уже об этом знает. А ему там не оформят документы. Ну, он себя оформит. У них же как бы, кто там говорил, да? Друзьям все, а остальным закон. Так вот, классик, кто-то из фиософов. Так вот, интересный момент, да? Человек пишет откровенное, пренебрежительное сообщение для других украинцев по той лишь только причине, что он так думает и он считает, что это законно. Какой уровень, да, этого человека? То есть, как он самоуверен, самодоволен и он считает, что это в рамках правил. А где же юридическая сторона вопроса? Где права человека? Где то, о чем пишет Власенко? То есть, никто об этом не задумывается. Никому это неинтересно. Они делают то, что считают нужным. А считают они нужным вот что. На самом деле, я уже тысячу раз говорил, пропасть между теми, кто наверху, и обычным народом, она колоссальна. Она только увеличивается. Более того, вот такими своими заявлениями, действиями, да, ну я согласен. В конце концов, если бы закон вступил в силу и были реализованы эти инициативы, вот то, что происходит сейчас, понятно, что это тоже натягивание совы на глобус. Но в любом случае, ну депутаты приняли такое решение. Да, они там, значит, некомпетентные, значит, в какой-то степени и так далее, и так далее. Можно на эту тему долго рассуждать. Но когда человек, какой-то Сибига, пишет письмо, это все, наверное, санкционировано с высшим эшелоном власти. Затем это все подтверждает Кулеба. За определенный длительный период до вступления закона это означает, да имели мы всех вас в виду. Или не так. Да пошли вы все. Вы должны быть в стойле. Вот и все. Я все прекрасно понимаю. Даже отношения. Вот у меня приятель, например, он работает за границей много лет по контракту. Соответственно, как бы у него гражданство украинское. И, соответственно, он его не собирается менять, не собирается ассимилироваться там или как-то оставаться. Но пока вот уже больше там, наверное, семи лет. Ну, может быть, я ошибаюсь. Может быть, чуть больше там. Вот он как бы подписывает контракты. Ну, ему идут навстречу. Он вообще очень давно уехал со страны. У него своя жизнь. Свою перспективу он связывает с Украиной. Сейчас, я думаю, если я позвоню ему и спрошу, что он думает по этому поводу, он скажет, да имел я вас в виду. Как вы к нам, так и мы к вам. И это яркий показатель взаимоотношения обычных украинцев и власти, которая навязывает им свои правила. Смотрите, Виталий, давайте попробуем с вами сделать такой эксперимент. Я всегда, ну, то есть стараюсь пойти от простого пути. Найти сейчас какие-то нарушения, даже не будучи юристом, да, там, разбирая законопроекте в этом, дать какую-то моральную оценку еще. Это самый простой способ. А давайте попробуем найти логику. Ну, то есть, смотрите, у каждого решения власти, у каждого закон и так далее, даже если оно нам не нравится, где-то что-то нарушает наши права или наше мировосприятие, у него есть какая-то логика тех, кто это придумал. И здесь тоже есть какая-то логика. А какая, на ваш взгляд? Ну, почему? Как раз логика в этом есть. Она, конечно, антизаконна, потому что она не укладывается в никакие правила. Ну, допустим. Но просчитать это можно было. Я вам скажу откровенно, наш общий с вами знакомый, я не буду принципиально называть его фамилию, он недавно продлил свои документы. Это было, ну, чтобы не было подозрения, какой-то период времени назад, я с ним общался по Ютубу, ну, по Скайпу, это касалось моего канала, Диги Лайв. И он мне говорит, успел сделать документы, потому что они уже приняли решение. Я говорю, какой? Ну, вот сейчас начнутся качели, а затем вообще прикроют эту лавку. То есть, давно это все было продумано. Многие об этом знали и понимали, что так случится. Это легко предсказать, легко предположить, что они будут действовать, я говорю, о власти на упреждение. Поэтому гайки закручивать начали давно. И я думаю, что для них, я говорю о власти и тех людях, которые принимают решения, логика в этом, конечно же, есть. На что она направлена? Она направлена на то, чтобы вернуть тех людей, которые, значит, призывного возраста сбежали, или, как они считают, там, ухолиантами их называют, или другими какими-то словами. Но в любом случае, чтобы у них была мотивация срочно вернуться. Безвыходность. Чтобы они вернулись в Украину. Но я же уже прокомментировал и сказал об этом, что какая-то часть, возможно, от безвыходности так и поступит. Наверное, так и будет. Но что касается других, я думаю, что они пойдут искать счастье в других компетентных органах в тех странах, где они сейчас временно пребывают, либо поедут дальше, и будут находить себе возможность каким-то образом там ассимилироваться. То есть будут там спрашивать о политическом каком-то, я не знаю, увежище, возможно, о каких-то других вариантах. Но они еще раз убеждаются о том, что связываться с Украиной не стоит, по крайней мере, пока. Потому что Украина действует так, как действует. А любые правоведы, любые юристы, адвокаты скажут вам, что здесь прямое нарушение прав человека. Ну, нам же плевать. Мы же европейцы. Вы поняли, да? У нас хлеб европейский, майонез европейский, магазины европейские, какие-то евромаркеты. Но европейского у нас ни хрена нет вообще. Мы живем в такой системе, которую называют автократической, она постоянно закручивает. Да, нам все списывают на войну и объясняют какие-то странности. Но в любом случае мы прекрасно понимаем, что и в Конституции у нас прописано в Европу. А ценности, мы как далеки были от них, так и будем далеки от них. Самое отвратительное, самое ужасное, что меня вот потрясло. Я обнаружил интересное заявление экспертов, которые говорили о восстановлении Украины. Недавно проходил форум или какой-то там симпозиум. Они сказали о том, это бизнес-ассоциация. Они сказали о том, что в Украине и так очень мало людей сейчас находится, для которых, в общем-то, есть какие-то рабочие места, но количества людей не хватает. А эта нехватка будет чувствоваться уже в ближайшее время. А после того, что происходит сегодня, завтра, послезавтра, вот этих решений, заявлений Кулебы и остальных там дружбанов по власти, я думаю, что будет серьезная проблема вообще с трудоресурсами Украины в ближайшее время. Я уже не говорю о войне и ее последствиях. Но это не способствует тому, что люди даже по каким-то причинам, которые уехали со стороны и имеют на вере не вернуться, теперь будут возвращаться, потому что они понимают, с чем они столкнутся. Мне очень прискорбно об этом говорить, потому что я всегда считал, что во власти находятся люди, которые, кроме того, что предлагают какие-то странности, еще садятся за круглый или квадратный или овальный стол и решают, какие могут быть последствия. То есть продумать последствия для обычных людей, конечно же, для представителей власти, тех инициаторов этих идей, что для них в конце концов будет иметь значение. Но я так понимаю, что здесь каждый в условиях военно-политических событий хочет выпендриться, то есть предложить что-то такое, чтобы на самом деле каким-то образом заявить о себе. Я это прекрасно понимаю. Это от скудности ума, от непонимания ситуации. Оно же имеет обратный эффект. Вот в чем проблема. И этот обратный эффект, он очень прост. Да, он оттягивается в каком-то временном отрезке. Но представляете, ну как человек, которого вот таким вот образом прижали, да, может он просто боится воевать, может быть он не может воевать, может быть он болен. Ну я думаю так, я предполагаю. Может быть у него есть какие-то другие причины. Может кто-то считает, ну будем откровенны, да, кто-то считает, что я не могу воевать, потому что я не умею этого делать, а кто-то более профессиональный. Ну если какой-то кашевой из непонятного 95-го квартала заявляет, а какая польза от меня? Меня же там типа там первый момент сразу же прихлопнут, и потом что я сделал для страны. Так а что, обычный человек в другой ситуации? Или 95-й квартал весь забронирован? Я не знаю, он забронирован или нет, Василий. Может быть вы владеете тем? Но там же ходят во властные кабинеты и просят определенные предприятия, какие-то организации забронировать. Я же посмотрел, даже кинокит забронировали, вот тот вот, который принадлежит якобы по журналистским расследованиям к товарищу, как его зовут? Кириллу Кимошенко. Позорище-то какое, понимаете? Сильно важная структура. Контент делает для телеканала РАД, который почему-то за государственные деньги сам не в состоянии производить контент, а делает все на аутсорсинге. В этом еще надо разобраться. То есть, вы понимаете, они как жили эти ребята хорошо, так и продолжают жить неплохо. И все у них нормально. Мустафан Аем, который жалуется, что в агентстве, где он там сейчас работает, да, низкие зарплаты. Но при этом их специально не называют, потому что если он назовет, то люди будут в шоке просто от наглости этих персонажей. То есть, я не хочу продолжать эту тему. Я говорю о том, что людей прессуют, создают условия, и плевали они на перспективу взаимоотношений между властью и обычными людьми. Они же через какой-то промежуток времени понимают, что за них голосовать не будут, поэтому чего там уже терять. Я не знаю, зачем это нужно президенту, что он окружает себя такими пассажирами. Думаю, что, наверное, он должен пересмотреть, провести какую-то ротацию уже в Кабмине, чтобы убрать вот этих Сольских или каких-то министров агрополитики, которых сейчас обвиняют в классальной коррупции и в серьезном присваивании государственных земель на страшные деньги. То есть, коррупция как процветала, так и процветает. А обычные люди даже вернуться в страну не могут, даже паспорт не могут поменять по той причине, что есть какая-то внутренняя разнарядка. Я все понимаю. Я понимаю, что это время нестандартных решений. Но эти решения, они должны хоть как-то завернуты в какую-то законную фольгу или какую-то законную форму. А если этого не происходит, значит, имела в виду власть украинские законы, им абсолютно плевать, и они в очередной раз вытирают многие осознания, в том числе обычных украинцев. Последний вопрос по этой теме. Смотрите, совершенно очевидно, что люди... Давайте сразу из этого уравнения мы исключим людей, которые незаконно пересекли границу, для того, чтобы не было там «а так им и надо» вот этой всей истории. Мы их вычеркиваем. Пускай вот им так и надо. Да, остальные все, которые находятся за границей, у них есть семьи. Эти семьи так или иначе от этого решения тоже могут пострадать, потому что часто документы, выдающиеся украинцам за границей, как мы уже это проговаривали, они выдаются на основании, то есть на основании ваших документов. Если они просрочены, могут быть проблемы с получением разрешения на работу, виды на жительство, проделангации и так далее и тому подобное. Естественно, что семьи тоже будут против, несмотря на то, что это не мужчины, могут быть, а женщины. Да, или там дети. То есть это негативный определенный настрой к людям, принимающим решения. Рано или поздно будут проводиться какие-то выборы. И вероятность того, что вот здесь мы власть не любим, а здесь мы ее полюбили, она минимальна. В связи с этим у меня два вопроса. Один вопрос и два варианта, которые я тут вижу. Первое. Это действие направлено на то, чтобы украинцы проголосовали точно не за тех людей, которые сегодня принимают решения во власти. Ну и может быть, где-то внутри, там, людьми во власти делается так, чтобы подставить, условно, президента, там, или еще кого-то. Нет, я не думаю, что все так запучено, как говорят доктора. Они уверены в том, что у них все хорошо. Они уверены в своих хороших перспективах. Они считают со своей колокольни, что, принимая такие нестандартные решения, они все закроют вызовами войны. И они так и делают. Ну вы же посмотрите. Ну вот вы же прочли детально, да, обращение к Улебе. Ну это разворот мнения людей за границей. Ну просто кардинальный разворот этих мнений. Понятно, понятно. Он же воевать не пойдет ни под каким соусом. И никогда. Я не думаю, что он как бы изъявит желание. Но это очевидные вещи. Горлопанин больше всех об этом тот, кто, в общем-то, понимает, что его это не коснется. Об этом говорил Ремарк. Это традициональная какая-то история, традиционная, которая, ну как бы, неизменна. Поэтому то, что происходит со стороны власти, они абсолютно уверены в том, что это не делают правильно. Они могут делать ошибки, но все равно не думают, что это происходит абсолютно законно, нормально. Это необходимо. То есть они оправдают любыми вариантами вот свои все действия. А что касается, ну что, ну поверьте мне, ну ступит закон в силу мобилизации принудительной. Опять будет то же самое, что и раньше. То есть будут прессовать, давить, насильно заставлять. Вон сегодня умер человек, у которого приступ, простите, эпилепсии произошел. Да, там они возбуждены. По этому поводу уже Лубинец высказал сам Бусманин. Да, да, этот Лубинец, честно говоря, он мне напоминает, да нет, наверное, это высоко, когда я, значит, говорю о генеральном секретаре НАТО, у которого там две клавиши, да, обеспокоенность, и вторая клавиша особая обеспокоенность. Ну вот у меня, значит, Лубинец вызывает точно такие же ассоциации. Это бесполезный товарищ, который там, в общем, только воздух сотрясает, но по факту ничего не делает. Он бы, наверное, сейчас бы выступил и активно высказал свою позицию, потому что произошло. Или опять он будет делать так, как он делал раньше, когда говорил, да, законно мобилизация нарушает целый перечень статей Конституции, но ничего, надо принять. Мы потом урегулируем. Ну, в общем, я о чем хочу сказать? О том, что власть – это что-то одно, а обычный человек – это что-то другое. Я не хочу продолжать эту историю, потому что есть группа определенных недалеких людей, малообразованных, которые там вешают всем ярлыки, это им будет повод очередной. И на вас, и на меня навесить ярлык, и рассказывать о том, что мы там работаем на Россию, или какой-то эпсу, вот это вот говно, которое они перекладывают с одного ящика в другой. Так вот, это им повод для активности. Но я хочу сказать, что непродуманность действий, неадекватность в подходах, она поражает. Просто поражает. Если мы говорим о каком-то единстве украинцев, о каких-то процессах, которые необходимы для консолидации, это все выходит за рамки правил. Это нездоровая позиция, это нездоровая история. Не хочу развивать, но в любом случае вы меня прекрасно понимаете. Поэтому даже я же говорю, если хочется принять какое-то нестандартное решение, ну не стоит уже явно так прокалываться, да, и одновременно накрывать медным тазом государственное предприятие документ, в Украине это невозможно сделать. Ну понятно почему. Если у тебя будет военный билет, то ты там сможешь это сделать. Хотя в Украине еще хуже. Тут же касается не только мужчин, но и женщин, и подростков. То есть это отдельная тема. Как всегда. Вот что касается людей, которые за рубежом, это уже другой вопрос. Во-первых, как это скажется на имидже Украины? Вы же вообразите внимание, первыми, кто об этом начали говорить, по-моему, если я не ошибаюсь, это Варшава, то есть Польша, да, и, конечно же, Китай. То есть Китай заявил о том, что вот есть действительно такое письмо, указание и так далее. То есть это меня наводит на мысль, что они даже с какой-то издевкой смакуют этой историей, давая понять, что не все ладнут, как там, в Датском Королевстве. Ну вот так вот, ребят, куда заведет эта ситуация, я думаю, мы увидим в ближайшее время с вами. У нас нет варианта не посмотреть ход этих событий. Давайте перейдем к международным новостям, потому что в Wall Street Journal вышла достаточно интересная статья, в которой говорится, что американцы ужесточают риторику в отношении Китая накануне сегодняшнего визита госсекретаря Блинкина в Китайскую Народную Республику. Действительно, как бы, может состояться визит, или уже состоялся, я не знаю, не следил. И это четырехдневный визит. Там будет все серьезно, потому что госсекретарь обвинил Китай в геноциде и преступлениях против человечности в отношении уйгуров, мусульман и представителей других этнических и религиозных меньшинств. Кроме того, как пишет издание, Соединенные Штаты Америки угрожают лишить доступа к доллару в Банке Китая, помогающей военному производству Российской Федерации. США заявляют, что за последний год резко вырос китайский экспорт коммерческих товаров, которые также имеют военное назначение, ну и что помогло Российской Федерации восстановить армию, военно-промышленный потенциал. Сейчас Китай является основным для России поставщиком схем деталей самолетов и машин. Скажем так, насколько я помню, уже даже есть определенная поговорка по этому поводу, что как только Соединенным Штатам нужно с Китаем выяснить какие-то серьезные отношения, достаются разные темы, и вот притеснение уйгуров, это одна из тем, которая жуется, ну, десятилетиями, кажется. Да, вы правы, на самом деле тема очень давняя, поэтому мне кажется, что... Вот если бы их вычеркнуть, я бы это все совершенно по-другому воспринимал. Ну да, это тоже минимизирует, как бы вот такой серьезный вдох, да, потому что если бы этой темы не было, я бы понял, что есть какой-то конструктив. А так давайте все свалим. С угором, я там уже сто лет решается этот вопрос, это приграничные, в том числе таджики, которые живут по своим канонам, они мусульмане, если я не ошибаюсь. Ну там действительно есть перекосы. Да, есть перекосы, ограничения. Кроме того, вы же знаете, у Игурска, ну, будем говорить, автономный район, где они живут, а там очень сильно контролируются правоохранительными структурами, он считается ненадежным, и Китай там очень сильно все держит под колпаком. Но эта тема долгоиграющая, и скажу вам откровенно, вот даже, если так посмотреть, Китай всегда игнорировал международное сообщество по этому вопросу. Он считал, что это внутренние проблемы, и ребята, занимайтесь своими делами. Да, это плохо, да, это выходит как бы абсолютно неадекватно для... для той политики, которую исповедует Китай, потому что они как раз активно говорят о равности, о серьезных подходах в решении многих вопросов. Или дипломатии, но там немножко перегибы, конечно. Это я так очень аккуратно говорю. Там есть серьезные проблемы, но это не ключевые процессы в общении с международным сообществом. Что мне интересно? Значит, Блинкен сказал о том, что некоторые китайские банки, которые замечены, да, там в сотрудничестве с Россией, они как бы будут отлучены от доллара. Ну да, это действительно аргумент. Если у Соединенных Штатов Америки есть доказательства того, что какие-то китайские компании через какие-то банки действительно там торгуют с Россией и занимаются экономическим сотрудничеством с товарами двойного назначения, то за это нужно нести ответственность. Я думаю, что это понимает и верхушка Китая правлящая и в любом случае, я думаю, что найдут общий знаменатель. Единственное, вот эти разговоры о отлучении от доллара не перейдут на другую валюту. Вы же знаете, к этому Китай относится спокойно. Не такой простой это момент. Понятно, но в любом случае они перейдут на... В конце концов, Китай всегда настаивал на том, что есть определенный круг стран в экономическом сообществе, которое сейчас вырисовывается для Китая, России, и стран, которыми вчера называли третьи страны, чтобы там доминировал юань вместо доллара. Китай – это тоже тема очень интересная. Я разговаривал с экономистами по этому поводу, и извините, что перебиваю. И один из моих вопросов был, а в чем же такая большая проблема? Ну вот есть ряд дружественных стран вокруг Китая, которые все вместе торгуют в полный рост, и мне объяснили, что это невозможно сделать по одной простой причине, потому что у Китая очень закрытая своя монетарная политика, и вывод капитала, который подразумевает, грубо говоря, хождение вашей валюты, он запрещен. Поэтому все эти разговоры, говорит, это очень красиво, говорит, но пока Китай не откроется, неосуществимая. Так об этом-то и речь, Василий. На самом деле, они могут изменить свою политику в этом плане, и дать возможность и открыть, как бы, ситуацию. То есть, это отдельная тема для разговора, поэтому просто Китай может приспособиться к этой проблематике. Но пока они пользуются долларом, и, соответственно, как бы, пока Козырь находится в руках Блинкина. Не знаю, насколько это эффективно. Я думаю, что сейчас идет процесс контакта с Китаем. Вы же посмотрите, сейчас, вот недавно, да, значит, была Елен, если я не ошибаюсь, министр финансов. Да, как бы, что бы она там ни говорила, в украинских СМИ европейских подавали ее агрессивную, там, какую-то позицию, там, негативную. На самом деле, американская пресса пишет о другом совершенно. Очень хорошо пишет. Да, они пишут, что вообще там сиськи-массиськи, все нормально, китайцы как бы восприняли, договорились. Это же все как, говорится, где поставишь ударение в предложении, да, то есть, как ты себя ведешь во время переговорного процесса. Ты можешь ультимативно, как пишут СМИ, да, там, мы активно, там, на супе у брови об этом сказать, а можно сделать интеллигентно, дать понять, что, ребята, если так пойдет дело, нам придется употребить свою власть вот в этом контексте. Мы там перекроем вам зумно переговорном мягком процессе, дипломатическом и проходила. То есть, каждый остался при своем мнении, но в любом случае эта тема, она обсуждалась. Поэтому, вот, манипуляции в СМИ, они могут быть не настолько фактически оправданы, как там люди ожидают. Что касается сегодняшней ситуации, мне кажется, что вот эта череда встреч, в том числе, там, Шольц недавно ездил к китайскому лидеру, затем, если не ошибаюсь, буквально в мае, да, должен поехать во Францию Си Цзипинь, поговорить о экономических процессах. Но я уже тысячу раз говорил, об этом знают все, что европейский, американский рынок, это очень важный сегмент экономики Китая. Это дешевые товары, это система потребления. Понятно, что и США, и Европа в этом заинтересованы, потому что производить такие же товары из собственных ингредиентов, примитивно говоря, да, это будет дороже. И, в общем-то, это ломает определенные схемы для китайской экономики. Поэтому Китай, конечно же, не хочет потерять этот рынок сбыта, и американский, и европейский, поэтому будут искать компромиссы. Вот поэтому и череда таких встреч, заявлений, и, конечно же, в этом контексте прицепом идет украинский вопрос. Но это правда. И в данной ситуации мне кажется, что с этого может кто-то выгореть. Поэтому вполне возможно, что Блинкин, который осуществляет визит, намерен все-таки проговорить определенные рамки правил, не обязательно идти навстречу для Европы и США. Главное, они заступают за те рамки, которые европейское и американское сообщество могут определить для роли Китая в украинском вопросе. Кстати, Китай, честно говоря, будем говорить так, на обложке всегда заявлял о том, что они не приступают к никакие рамки, что они зацовывают территориальную целостность, суверенитет Украины. Мы не даем оружие россиянам, хотя, напомню, что представители Госдепа неоднократно говорили представители ЦРУ, что у них есть данные. Так вот, в данной ситуации, извините за статологию, Китай может сделать выводы и просто прижать те компании, которые действительно перетянули на себя одеяло, занимаются торговлей с Россией товарами двойного назначения, и, соответственно, таким вот образом, ведь представители Госдепа сказали, что Китай в целом, но не называя конкретику. В переговорах, наверное, будет определена эта конкретика, я думаю, что все будет сделано со стороны Китая для того, чтобы эти люди, которые на этом наживаются, не расправляли крылья, или, по крайней мере, держались в рамках приличий. То есть, я думаю, что не смогут договориться, тем более, вот очень важный момент, все-таки, видите, лед треснул, или, как там говорят, да, этот хрупкий лед проломился, и сейчас даже Трамп выступил с особими плюсами в сторону Джонсона, хотя недавно он категорически его поддерживал относительно негатива в украинском вопросе, но сейчас такие реверансы, прям настолько смелый человек и поступил абсолютно правильно, это означает, что следующий, возможный, если, конечно, победит президент Соединенных Штатов Америки, это будет довольно серьезная проблема для многих, так как он абсолютно непрогнозируем и непредсказуем. Так что, я думаю, начинается эра каких-то новых движняков, которые будут предметом нашего обсуждения. даже не сомневаюсь в этом, однако ситуация в Соединенных Штатах непосредственно такая, что еще далеко не факт, кто и где победит, и будут ли вообще эти кандидаты, потому что пока что это только номинально. Это вы имеете ввиду возраст этих людей или перспективы? Интересный момент нашим зрителям наверное сказать, Василий, что я разделяю вашу точку зрения. Во-первых, разрыв там небольшой между двумя кандидатами, Трампом и Байденом. Это тоже большой показатель. А ресурсы разные, кстати. Конечно, да-да-да. И самое важное, там же нет прямых выборов. То есть, помните, у нас была такая история, когда Хиллари Клинтон и Трамп как бы бодались, а потом все говорили, Хиллари на коне, Хиллари значит вот-вот реальный кандидат и реальный президент после решений вот палаты избирателей или там ассоциации избирателей выборщиков Соединенных Штатов Америки и соответственно после их голосования, это называется непрямое голосование, Трамп стал лидером страны. Вот такая вот история. Было такое, это надо запоминать. Относительно Китая, сейчас мы перейдем на другую тему, вот знаете, интересно очень получается. Действительно это все происходит в преддверии визита Си в Европу, это происходит все сейчас в преддверии саммита в Швейцарии, который произойдет и наверняка украинский вопрос будет каким-то образом подниматься. Давайте сейчас вот это вот запомним и перейдем на следующую тему. Это помощь, которую выделили Соединенные Штаты для Украины, собственно, и что нас провоцировало. Про саму помощь уже все поговорили, переговорили, но мы увидели, как Великобритания вслед за этим там на 500 миллионов, кажется, ну вообще невероятный какой-то, беспрецедентный, как для Великобритании, пакет помощи тоже выделяет Украине. И здесь возникает очень большой вопрос. Действительно ли это все происходит после того, как США это сделали? и начинаем вспоминать некие такие, знаете, предположения разных аналитиков, которые говорили, что сейчас для Украины создается сильная позиция для какого-то потенциально переговорного процесса, потому что до этого момента без помощи Украина была в откровенно слабой позиции. Так, Виталий, все ли у нас хорошо со связью? Вы пропадали на секунду. Да, все нормально, зона перебила связь, но в любом случае я концептуально понимаю, о чем вы хотите спросить. Ну так я сразу заявлю о том, что несколько людей, представителей и американского политического эстемблишмента, и в том числе европейского, заявили о том, что это самый классный вариант, когда сейчас Украина получает помощь, она как бы сможет встать на полный рост, да, и как бы это предпосылка для того, чтобы Украина способствовала началу переговорного процесса. То есть Украина в силе, значит, нужно на эту как бы кнопку надавить и, соответственно, принудить таким вот образом или поспособствовать тому, чтобы переговорный процесс хотя бы как-то начал развиваться. Я хочу вам сказать, что украинская власть немножко иначе смотрит на это дело, она это пытается делать поэтапно, вы же видите, да, сначала она собирает консолидированное мнение всех, так сказать, стран, как мы считаем, доброй воли, да, на саммите в Швейцарии, чтобы иметь вот документ, который потом можно показать, что, ну, смотри, Путин, вот большое количество подписантов, которые разделяют нашу точку зрения. Насколько это эффективно? Да, декларативно это выглядит круто, а вот что касается ситуации с фактическим влиянием, ну, не знаю. Понимаете ли, дело в том, что так или иначе украинская сторона заявила, что напрямую не собирается разговаривать с Москвой. Москва тоже сказала, что она не хочет садиться сразу за переговорный процесс со столу переговоров с официальным Киевом, и, конечно же, нужно будет находить посредника. Да, это усилить, ну, в плане подхода, да, наши взгляды, я говорю, это консолидированная позиция, там, стран доброй воли, как мы считаем в украинском вопросе после саммита в Швейцарии, но все же нужен посредник эффектный, эффективный, влиятельный, хороший игрок геополитический, многие говорили о Китае, но не знаю, сейчас Китай в определенной паузе, они как бы настаивают на том, чтобы свою собственную провести конференцию по украинскому вопросу, пригласить туда украинцев и русских, ну, это, понимаете, процесс очень длительный, а пока это все созреет, пока это все реализуется, или пока об этом хотя бы как-то договорятся, идут военные действия, они идут каждый день, гибнут люди, то есть речь идет о том, что время может работать не на Украину, сейчас вот нам дали помощь, и я понимаю, что после решения Соединенных Штатов Америки раскошелилась Европа, она, кстати, мне кажется, до последнего ждала реакции Америки, и это довольно странный и интересный процесс, потому что в свое время, насколько я помню, Байден заявлял о том, что пока мы тут занимаемся своими делами, я обратился к лидерам европейских стран, мог, чтобы они активно помогли Украине, пока Америка находится в таком состоянии, пока у нас тут передых, но, кстати, Европа очень неадекватно отреагировала на это заявление, так называемую просьбу, и, конечно, выпала в осады в большинстве своем, разговоры какие-то были, но по факту реальной помощи такой вот существенной как бы мы не увидели, сейчас же мы видим изменение картины, обратите внимание, как только решила все вопросы американская сторона, европейская сторона, сразу же стала на коньки, сразу же начала как бы исполнять фигуры высшего пилотажа, это важно для Украины, потому что мы теперь понимаем, кто за что отвечает, и как вообще решаются эти процессы в мировом сообществе в контексте хороших таких бравурных заявлений наших так называемых западных партнеров, ну, как бы ситуация изменилась, пока она работает на Украину, но меня беспокоит другой вопрос, появилась куча разнообразных так называемых друзей Украины, в скобках, и также другого в Украине, особенно там в Бундестаге, в Германии, которые начали говорить, ну, хватитесь, это последняя помощь, после такой обильной помощи будет серьезная пауза, и тут я обратил внимание, ну, немножко, значит, это разочаровывает как бы наших определенных партнеров, которые сейчас пребывают в процессе изменения там политических классов при власти, но американская сторона решила уточнить эту проблематику, они сказали, да, возможно, будет пауза, но до января, я не знаю, когда у них там инаугурация, 5 или 6 ноября у них выборы в 24 году, вы меня представите, там где-то под Новый год инаугурация, кажется. А вот инаугурация, по-моему, в январе будет, если я не ошибаюсь. Ну, или сразу, перед, или сразу после, я не помню. Ну, по-моему, там в январе. Так вот, речь идет о том, что на самом деле, возможно, об этом говорят так называемые друзья в скобках Украины, которые спекулируют на этой теме. Да, это по факту может быть, потому что тогда будет вообще избирательная основная фаза, и понятное дело, что все выпады от посадок будут заниматься только своей проблематикой, поэтому нужно получить все необходимое, которое нам причитается в данном случае сейчас и сегодня, для того, чтобы решать вопросы на фронте и в процессе военного противостояния. Кстати, тоже интересный момент, на который я обратил внимание, как оказалось, американцы не сидели без дела, я был очень даже удивлен, а основную часть американской помощи реальной военной, это оружие, все, что необходимо, уже было, я так понимаю, продумано, перемещено на склады авиационных, простите, авиационных, американских баз в Европе, и, в общем-то, эта помощь должна, как говорят, с минуты на минуту уже оказаться в Украине, это очень важно. Наверное, поэтому, понимая эту проблематику, Шойгу, это министр обороны России, заявил о том, что они срочно будут терроризировать, ну, в смысле, направлять ракетные удары на те точки, где, значит, логистические центры, где это будет все находиться, поэтому Украина должна моментально среагировать, все это продумать, сработать в плане защиты и обеспечения безопасности вот этих всех процессов, для того, чтобы минимизировать сложности, которые могут быть и приоритеты. Ну, будем очень надеяться, что это так все и произойдет очень быстро. Еще одна короткая новость, которую в завершении я хочу с вами разобрать. Йенс Столтенберг заявил об отсутствии у НАТО планов по размещению ядерных сил на территории Польши. У НАТО нет, говорит, никаких планов по изменению конфигурации своих ядерных сил и размещению каких бы то ни было сил в какой-либо вообще стране НАТО, сказал генеральный секретарь Альянса. И тут, почему это интересно стало, потому что господин Дуда, президент Польши, буквально на днях заявил о том, что он готов разместить это ядерное оружие у себя на территории, хотя у него большие споры по этому поводу с Туском. Дуда, это было исключительно, у Дуды было исключительно политическое заявление? Да, я думаю, да. У меня, кстати, вот где-то был здесь, я специально для себя отметил вот эту ситуацию с Дудой. Ну, ладно, так поправить уже расскажу. Значит, честно говоря, это не новость. В польском политику я давно об этом говорил. Да, и при том активно даже вбрасывали информационное пространство, но пока они заявят об этом первое лицо, как бы никто рассматривать серьезно вот эти заявления не хотел. Вы помните, Дуда ездил, встречался с Трампом. Не просто так. Это очень важный момент. Значит, когда Трамп хвалил Джонсона и говорил о том, что да, крутой чел, тут был в осадке, а тут как бы принял решение и раскошелился моментально. Ну, образно говоря, я шучу, конечно, но дал добро или там зеленый свет для того, чтобы помощь Украина получила. Трамп, напомню, до последнего ну, как бы не, он был осторожен, да, он как бы особо не проявлял инициативы по поводу передачи денег и вооружения Украине. Так вот, он сказал о том, что в любом случае, если так дело дальше пойдет, то мы найдем общий знаменатель с Европой и все-таки, если Джонсон ему даже в этом поможет, то европейцы будут идти нам навстречу в плане поднятия своего взноса в НАТО до 3% в зависимости от ВВП страны, потому что некоторые там платили от полтора до двух ВВП. Это было, кстати, причиной, потому что Соединенные Штаты говорят, что они платят, ну в смысле уносят 3,5-4% ВВП. Помню даже, в общем-то, Трамп заявлял о том, что, ребята, в случае чего мы же вас не сможем защитить, потому что вы не хотите раскошеливаться, а вам это моя угроза. У нас даже природная защита это океан. Ну помните вот эти вот тирады, которые выдавал Трамп. Так вот, Дуда встречался с Трампом. Я думаю, что там нашли общий знаменатель, поговорили, Польша понимает, в каком она состоянии. Кстати, Дуда, комментируя свое заявление, об этом упоминал. То есть, если российское ядерное оружие находится на территории Беларуси, то логично, как он считает, там они состоят в НАТО. Почему американское, то ли даже не американское, пускай он будет говорить, ядерное оружие НАТО не может находиться на территории Польши. Во-первых, это уравняет ситуацию, а во-вторых, это, как считает Дуда, даст меньше возможностей для маневра Лукашенко. Ну и, конечно же, это придаст спокойствие стране под названием Польша в контексте развития возможной в ближайшее время или не в ближайшее время какого-то военного процесса с Российской Федерацией. Вы же понимаете, что на самом деле последнее время, я не открою ни для кого секрет, когда были напряги с Америкой, буквально месяц-полтора-два, когда не принимали решения по Украине, а все время разговаривали относительно возможностей войны в Европе, европейские лидеры начали обсуждать тему, что у Европы должно быть свое ядерное оружие. Вы знаете, наверное, об этом, Василий. То есть, сейчас интернет пестрит этой историей и, конечно же, чтобы упредить, я думаю, что были какие-то тайны беспокойности и переговоры, чтобы решить этот вопрос позитивно для Европы. А теперь по поводу ядерного оружия. Значит, свое собственное ядерное оружие, меня, наверное, поправите либо вы, либо наши зрители, имеет Франция и Великобритания. А вот что касается американского ядерного оружия, то я знаю, что на базе в Бельгии американское есть ядерное оружие. Это доступная информация, она находится в интернете. В Италии, по-моему, в Германии и еще в какой-то стране есть несколько точек американских баз, где находится ядерное оружие для НАТО, там, Соединенных Штатов Америки, но это как бы оружие НАТО, для сдерживания любых напрягов на этой территории. Конечно же, я думаю, что в любом случае вопрос будет решен на пользу таких лидеров, как Дуда, по той причине, что никто не хочет, чтобы эта история с Украиной имела продолжение. Ну, а сейчас, я думаю, что абсолютно логично выглядит принятие решения по помощи Украины, для того, чтобы они все взвесили, все продумали, все понимают прекрасно, они знают и просчитывают последствия, чтобы упредить тот возможный негатив в случае каких-то сложностей в украинском процессе. Мне очень прискорно об этом говорить, но я наберусь все-таки смелости по той причине, что об этом сказал даже Зеленский, по-моему, в интервью Бильду или какой-то другой вещательной компании, где он сказал, что если Украина падет, то Европа будет иметь проблемы с Путиным. Вполне вероятно, что эта история дошла до высших лиц европейских государств, особенно те, которые находятся в приграничной ситуации, и это серьезная обеспокоенность. А что касается Столтенберга, то, честно говоря, у него очень своеобразное заявление, своеобразное понимание ситуации. Я очень осторожно отношусь к заявлениям этого человека. Ну, как-то не внушают они мне доверия. Есть достаточно большое количество представителей американской администрации или американского политикума. Я говорю о военных, которые сейчас реализуют себя в политической плоскости и, конечно же, других представителей НАТО в Европе, которые более компетентны, более отдельны, и как бы объяснять вот эту ситуацию могут совершенно иначе, а не так, как это делает Столтенберг. Виталий, буду благодарить вас за то, что присоединились сегодня к нашему прямому эфиру. Виталий Дикий, украинский журналист, отвечал, ребята, час на самые главные, наверное, вопросы сегодняшнего дня, то, что мы все активно читаем в информационном поле, то, что мы обсуждаем. Вот, вы, в свою очередь, пожалуйста, поставьте жирный, жирный лайк за это видео, также прокомментируйте, напишите какой-то комментарий с вашими мыслями по темам, которые мы обсуждали, подпишитесь обязательно на канал, это даст возможность не пропускать будущие трансляции. субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok